Указом президента Российской Федерации 2012 год объявлен в стране годом российской истории. 7 сентября исполнилось 200 лет Бородинскому сражению. В этот день на Удомельской земле в деревне Перхово вспоминали защитников России Отечественной войны 1812 года. Среди тех, кто 200 лет назад ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость российского государства, был и Николай Петрович Летюхин, полковник лейб-гвардии Измайловского полка, похороненный на сельском кладбище в деревне Перхово Тракинского сельского поселения. Именно на его после реконструкции могиле Удомельцы отдали дань памяти защитникам Отечества 1812 года. В истории России было немало трагических событий и войн, и только две войны названы отечественными. В отечественной войне всегда решалась судьба России, Европы и даже всего мира. 7 сентября в истории российского государства отмечалась знаменательная дата. 200 лет военно-историческому патриотическому событию, войне 1812 года и Бородинскому сражению. Великий героизм, патриотизм и мужество нашего народа – вот что проявилось в той войне. 200 лет назад писали, что на войну с завоевателями поднялся весь народ от мала до велика. Великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов назвал Бородинское сражение вечным памятником мужества и храбрости российских воинов. На Бородино только мертвый не вставал с земли. 7 сентября на кладбище в деревне Перхова удомельцы отдали дань памяти всем погибшим защитникам Отечества, участникам Бородинского сражения. Среди них был и герой Отечественной войны, предводитель дворянства Вашневолодского уезда, который дошел до Парижа Николай Петрович Лютьюхин. Удомельская земля, она вообще взрастила многих героев, героев, которые в Отечественной войне 1812 года приняли участие. Сегодня мы просто не имеем права не вспомнить их. Это генерал-граф Алексей Андреевич Аракчеев, уроженец села Гарусова. Генерал-гартуг Николай Иванович, уроженец села Сельсокарельское. Статский советник Николай Никитович Сеславин, который захоронен в селе Млёво. Мы не можем не вспомнить также Петра Черметова, который был верескуновским дворянином и землевладельцем. Мы не можем не вспомнить Павла Козлакова, потому что его дворянские усадьбы были по всему Домельскому району. То есть и все крепостные крестьян, которые дворяне отправляли на войну 1812 года. Сегодня, безусловно, вот это событие не могло бы, наверное, состояться, если бы не были главные инициаторы в этом мероприятии. Это наши краеведы. Сейчас, значит, 12 часов. Сейчас, как раз в это время, 200 лет назад, уже были захвачены Багратионовы флеши, и русская армия зашла на запасную позицию за Семеновский овраг. Сейчас французы штурмовали курганную батарею, которую называли батареей Раевского, а братья Литюхина стояли в резерве в гвардейском. И фронт сместился, и гвардейцы стояли в резерве, не принимали участия в бою, а линия сражения приблизилась, и вражеские снаряды начали косить стоявших гвардейцев. И пусть вот в сегодняшний день, в юбилейный день Вородинского сражения, пусть Николай Петрович станет одним из примеров для нашей молодежи, для подрастающих. 7 сентября в Перхово на могилу своего знаменитого предка приехал потомок Николая Петровича Литюхина, Дмитрий Литюхин. Я хочу поблагодарить тех людей, которые принимали такое активное участие в подготовке могилы, сборе информации, ну и вообще вырождение памяти. Вообще, в этой войне, ну и в частности, большое спасибо. Спасибо.